Евгений Евтушенко Говорожденного мальчика был малоизвестным поэтом и геологом с немецко-латышской фамилией Гангус. В школе Евгений учился не слишком хорошо, однако довольно увлеченно занимался в поэтической студии местного дома пионеров. Студенты-грузчики такие страшные, летают в воздухе, ордузы страшные и с уважением глядит милиция и на меитовца, и на меитовца. В 1948 году Евтушенко отчислили из школы за якобы сожженный журнал с отметками. Он предпринял первые попытки напечататься в молодой гвардии, но первая публикация состоится лишь год спустя. Это будет стихотворение «Два спорта» в тематическом издании «Советский спорт». С Казанью Евгений Евтушенко связывает давняя дружба. Так, в 1969 году он изучал историю нашего города в казанских архивах, встречался с очевидцами исторических событий в университете и впервые читал стихи в легендарном актовом зале Казанского университета. Еще одна ниточка, которая связывала Евтушенко с Казанью, это многолетняя дружба поэта с Эдуардом Трескиным, прошлым известным оперным певцом, сегодня профессором Казанской консерватории. О том, как они познакомились, тоже можно прочитать в казанских историях. Работы Евгения Евтушенко хранятся и в научной библиотеке Казанского университета. Например, у меня на руках его поэма под названием «Казанский университет». Она была выпущена в Казани в 1971 году, состоит из 19 глав и вмещает около 90 страниц. Когда мы открываем книжку, то сразу наталкиваемся на фотографию писателя. В апреле 1970 года поэт прочитал поэму «Казанский университет». Эта поэма – своего рода учебник по истории университета и Казани того времени. Исторические события помогли молодому в то время поэту, а потом и многочисленным любителям его творчества, лучше понять современные проблемы. В начале 2010 года Евгения Евтушенко диагностировали рак почки. Опухоль удалось приструнить, но спустя 6 лет началась ремиссия. Как вспоминала его супруга, узнав, что жить ему осталось 3 месяца, Евгений заплакал, но уже через минуту вновь погрузился в работу, чтобы завершить антологию до своей смерти. 1 апреля 2017 года поэт был госпитализирован в медицинский центр штата Оклахома, США, в тяжелом состоянии. В этот же день 84-летний гений поэзии и прозы скончался в окружении родных. Его тело перевезли в Россию, чтобы почитатели его таланта могли попрощаться. Церемонию прощания продлили на час, ведь и сам Евтушенко во время встреч с читателями всегда оставался подписывать книги до последнего человека. Амир Ахтямов, Амир Юлдашев, Универньюз.